Здравствуйте, уважаемые господа! Сегодня у нас на обзоре долгожданный фидер от компании Daiwa. Называется N-Zone S 396, 150 грамм теста. Значит, очень многих интересуют параметры, диаметр нижнего кольца, диаметр вершинок, количество вершинок, строй. И вообще, что это из себя представляет. Потому что по деньгам он среднебюджетный, но кто-то считает их чуть ли не топовыми по какой-то причине, кто-то слишком в обратную сторону, грубо говоря, занижает их характеристики. Ну, давайте вот разберемся. Передо мной, соответственно, эта палочка, она трехчастная. В комплекте идут две вершинки, как говорят, различной жесткости, зеленая, красная, с огромными пропускными кольцами, которые не забьются, наверное, ничем, ни пухом, ни любыми шок-лидерами. То есть сюда 0.4 совершенно спокойно леска пролетает на плетне 0.2, да, если кто-то так ловит. В общем, огромные пропускные кольца. Надежнейшие вершинки за счет того, что кольца верхней части вместе с тюльпаном, рядом с тюльпаном поставлены близко. То есть нагрузка хорошо распределяется. Ну, скажем так, я не встречал, чтобы кто-то назабросили еще как-то, если нет прям явного перехлеста, их ломал. То есть чрезвычайно надежные вершиночки. В комплекте они идут 4,5 унции по диаметру 3,5 миллиметра. Это я просто все перепроверяю, чтобы непосредственно вот... А то некоторые говорят, Максим, вы на всякий случай меряете прямо в камере. Значит, по транспортной длине 139. По углю, какой здесь уголь, многие спрашивают. Производитель не заявил уголь, но вот по моим ощущениям здесь порядка 32-36 тонн. Не больше однозначно. Значит, по диаметру нижнего кольца... 25 колечка, диаметр. Значит, диаметр рукояти 25,5. Соответственно, расстояние до катушки-держателя, до нижней гайки 50. И расстояние от центра катушки-держателя до кольца нижнего 72 сантиметра. Очень многих интересуют эти параметры. Значит, сам бланк оснащен противозахлестными кольцами. Достаточно аккуратные, не тяжелые. По кольцам, опять же, они выдерживают и плетню совершенно спокойно, и плетню с абразивом. Я имею в виду, что когда были такие случаи, когда в Астрахани ловили на песке, плетен на дешевые какие-то кайдовские плетни, которые лохматятся и так далее, набирают в себя воду вместе вот с этим песком. То получается, что многие фидера, не буду называть фирмы, которые после такой поездки в Астрахань на Нижнюю Волгу, люди удивлялись, что у них пропилы колец случались. Здесь такого не было, потому что они прошли действительно огонь и воду. Ну, сделаны палочки во Вьетнаме по качеству. Качество отличное, никаких дефектов, ни в лакокрасочном покрытии. Ну, через меня их тысячи, конечно, не приходило, не проходило, но сотка-то уж точно я в руках держал. Да и, в общем-то, про менеджеры, которые работают в магазине у меня, никаких нареканий на N-Zone нет. То есть, они их смотрят и говорят, что можно даже не смотреть, никаких косяков там не бывает. Значит, дальше, что еще сказать. Здесь у нас хукипер, но это такая фишечка Вьетнама, китайских заводов, наших собратьев. Неброский дизайн, серый такой фон. Ну, симпатичные, красивые палочки, действительно, и достаточно надежные, неприхотливые, с запасом по мощности, по строю. Сейчас я вам покажу. Значит, да, еще нужно сказать по катушкодержателю. Значит, верхний фор и гриб, катушка держателя. Надежный тоже катушкодержатель. Я знаю людей, кто сюда ставит 5500 ультегру. От Шимана и никаких проблем не испытывает. То есть, я сюда ставил модельки от Карпро, катушки, ну и, в принципе, другие тоже ставил, там и 6000-ники. То есть, никаких проблем нету ни по ширине, ни по толщине лапок. То есть, здесь заходы, захваты такие достаточно надежные. Значит, дальше идет пробочка, и дальше идет такой очень хороший, качественный, качественная Эва. Хорошо моющаяся, да, и при этом с таким вот приятным дизайном, на котором пропечатана Дайва. Торцевая пробка резиновая, мягкая, также с логотипом Дайва. И с такой красивой серебристой окантовочкой. В общем, фидер красивый, действительно, и, как бы, ну, по-моему, не жалко за него отдать денег. И, в общем-то, сразу могу сказать, по надежности мы их продаем достаточно много, часто. И, как вы знаете, у нас всегда мы устраиваем уже в-то два года акции свои по раздаче бесплатных запасных частей для тех, кто у нас купил. Ни один магазин это не делает, только мы. Действительно, любой человек, кто у нас купил и сломал по собственной неосторожности какое-то колено от того же фидера, маха, еще от спиннинга. Да, тот же Мейджор Крафт, спиннинги, да, мы и Лаки Джон, уже такие акции проводили не раз, имеет право получить запасные колена. Условие два, покупка у нас. Второе условие это подписка на минимум на три социальные сети, Телеграм, ВКонтакте и Ютьюб канал. То каждый человек фактически имеет каско, подстрахован запасными частями. Так вот, на конкретно Dive & Zone мы, по-моему, отдавали всего несколько вершинок и одно второе колено. И то из-за того, что, хотя нет, вру, по-моему, два или три вторых колена и не штук семь вершинок. Но все эти поломки были, кому-то собака отгрызла вершинку, у кого-то там к дверью машина прижал или еще что-то. То есть, ни у кого не было такого, что вот прям, а, потерял кто-то одно колено, я помню. То есть, не было такого, чтобы сломалось на рыбе, на забросе, да даже просто вот, ну, как-то там натянул леску слишком сильно, да, и так далее, заводил кормушку. То есть, надежность здесь, с надежностью здесь все в порядке, никаких проблем здесь никто не испытывает. Ну, давайте раскладываем и смотрим строй. Итак, друзья, в руках у меня 13 футов, 150 тест, если быть точным, в сантиметрах 3,96 до 150. Вот такой фидерочек, показываю вам на камеру. Константин Михайлович сейчас будет помогать нам прогрузить, чтобы посмотреть строй маломальский, хотя насколько это можно в помещении. Ну, вот по колечкам, смотрите, огромные пропускные кольца, отличный бланк, все противозахлестные. В руках, в руке у меня лежит удобно. Ну, вот смотрите, вот это делаю, нагружаю, насколько это возможно. Ну, хороший бросковый строй. Давайте понагрузим теперь вершинку. У меня здесь 4 лунции стоит. Ну, опять же, упираемся. И смотрите, как работает бланк под нагрузкой. То есть, он всецело задействован. Даже, в общем-то, мы так с полсилы его сейчас загружаем. Но он задействован очень хорошо, соответственно, видите, практически до комля работает. То есть, запас по мощности, по бросковости просто идеальный. Поэтому, однозначно, вам рекомендую и как для течения, и для дальних забросов. Вес фидера 314 грамм. Ну, господа, сами видели, действительно, рабочая лошадка. Ну, скажем так, такой средне-быстрый, прогрессивный, можно сказать, строй. Палочка очень бросковая, согласен. За счет диаметра верхней части хорошо держит течение. Она проверенная в этом и мной личная. Вот еще в 2022 году, получается, я ее ловил. Значит, по чехлу, соответственно, ну, среднего такого класса чехольчик на молнии до середины. Вот так он закрывается. Ну, вот так написано. И не совсем обычная вставка вершинок. Здесь каждая вершинка идет вот в таком пакетике. Он промаркирован, что здесь написано, что именно здесь у нас 5 унций лежит. Вот в таком чехольчике-пленочке плотненькой. Ну, соответственно, все эти вершинки, они убираются во внутренний кармашек. Надеюсь, что коротенькое видео вам понравилось, сложилось впечатление о фидере. С моей стороны, большая просьба подписываться на социальные сети, на YouTube-канал, ВКонтакте, Telegram. У кого есть возможность, это Facebook, Instagram и Routube. Для вас большой плюс при покупке у нас. Мы, соответственно, получаем, да, его с официальных складов. Товар официальный, сертифицированный. Никаких подделок здесь и близко быть не может. Плюс вы подстрахованы, фактически, каской имеете, как на автомобиле, это на получении запасных частей в период проведения акции. Об этих акциях мы объявляем только в социальных сетях. Подписывайтесь, покупайте в Multifish. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok